Профессор водного университета Евгений Бурмистров, прежде чем усадить студентов на университетскую скамью, сам оказался на скамье подсудимых. Отправил его туда, чем-то обиженная студентка. Сам профессор, обвиняемый во взятке, перед приговором суда утверждал, что невиновен. Ну не согласен я ни с обвинением, ни вину не признаю. Не может быть такого. Ни одного доказательства моей вины нет. Мы вот здесь вот слушаем год почти делаем. Ни одного доказательства моей вины нет. Просто девочку, которую подговорили положительные деньги на телефон, пригласили к себе сотрудники милиции, обработали ее соответствующим образом. Она написала заявление клеветническое. Нередки случаи, когда студенты в отмеску начинают сочинять. Причем эти же вещи, они недоказуемые. Вот у нас застрелили одного профессора. Зачем так делать? Его застрелили за то, что он не принял экзамен на кого-то. И здесь то же самое. Человек не сдал. Может быть, хотел договориться каким-то образом. В деле ни видеосъемки, ни аудиозаписи разговоров каких-то моих нет. Мне все независимые люди, которые немножко в курсе этого дела, говорят, что это просто какая-то подстава. Из того, что было, если помните, переименование милиции в полицию, сотрудники милиции проходили аккредитацию, аттестацию, им нужны были показатели. Вот они придумали показатели. В университете все-таки с этим очень строго считается. Но дают шансы, во-первых, сдавать. Поэтому потребностей, в принципе, такой не существует. Он справедливый, так скажем, человек. Но то, что взятки он берет, я вообще такого не слышал. Наслушали тут порядка 20, наверное, свидетелей. Никто ничего против меня. Ни одного камешка в мой огород не кинул. А чего он умеет добиваться в суде? Правда, неестественно. Хотя это, наверное, невозможно практически. Суд приговорил. Бурлистрова Евгения Геннадьевича признать невиновным и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления ввиду отсутствия в деянии состава преступления. Как ответить решение себя? Объективно и правильно. Ожидаю такое решение? Да.